здравствуйте я максим заварин и как многие уже знают а многие узнают сейчас я уже не являюсь водителем автобуса городского да то есть я уволился из акционерного общества пассажирское автотранспортное предприятие номер один и согласно устава профсоюза работников городского наземного пассажирского транспорта я не могу быть больше его членом до профсоюза и профсоюза движения вот и соответственно сопредседателем тоже я не могу являться но от профсоюзных дел я никуда в сторону не ухожу вот я остаюсь с профсоюзом да ну просто немного в другом качестве вот но тем не менее я всецело буду помогать профсоюзу до помогать тем кто борется вот поэтому как и прежде вы можете обращаться ко мне да или за какой-то индивидуальный по индивидуальному какому-то вопросу либо по вопросам касаемо организации профсоюзов и так далее вот конечно для меня это немного печальный момент так как работать водителем автобусом не очень нравится нам не нравится сама функция выполняемая вот но к сожалению до денег которые я получаю получал в птп мне стало попросту не хватать и передо мной стал выбор либо мне уходить в долги из которых потом мне будет не выбраться да и моим детям еще придется за них платить вот или еще того чего хуже вот поэтому я был вынужден сменить сферу деятельности да и найти другой способ заработка вот второе хочется сказать что есть некоторый слух да по пару раз мне звонили и спрашивали что тебя уволили никто меня не увольнял и но я думаю только люки люди недалекого ума поверят в такие сплетни на то что не то что увольняли даже никто не пытался увольнять не никто на меня не оказывал никакого давления вот за это можно отдать должное администрации по т.п. то есть это говорит о том что вы можете двигаться в этом направлении никто никаких препятствий не будет создавать единственный только один раз и смешной такой момент получился что по т.п. написал на меня заявление в полицию о том что я якобы подделал больничный лист вот я не буду вдаваться в подробности но подделать больничный лист до в электронном виде это надо быть наверное каким-нибудь хакером до взломать систему фсс и нарисовать себе там больничный вот ну все закончилось благополучно потому что состава преступления нет никакого преступления и не было и в общем все это так и утихло в остальном касаемо работы ну да я работал по правилам вот я не нарушал должностную инструкцию не нарушал правил внутреннего трудового распорядка и поэтому ко мне никто не мог как-то придраться и уволить потому что уволить могут только на основании которые работник дает сам если он неугодный работник да вот остальные же как мы все знаем могут спокойно нарушать это все и особенности нарушать охрану труда охрану все что касается жизни и здоровья работников и окружающих людей вот но это отдельный разговор третье хочется сказать что те функции которые я выполнял находясь непосредственно в должности сопредседателя профсоюза я передал их своему товарищу он также работает водителем автобуса вот сейчас я думаю просто он разбирается с делами плюс как я уже говорил в интервью наемному рабочему да то что сейчас лето дачи и так далее то есть немножко как бы времени не хватает на общественные дела вот но я думаю скоро люди выкопают картошку и все станет на круги своя то есть что что мы увидим какие дальнейшие действия мы увидим от профсоюза движения я думаю скоро мы об этом узнаем вот но еще раз повторю также можете обращаться ко мне потому что никуда я профсоюза не ушел вот далее хотелось бы рассказать еще о таком случае в апреле месяце мне предъявил работодатель в лице своих представителей соответственно требование выдачи объяснений на основании постановления за нарушение правил дорожного движения то есть камера видеонаблюдения зафиксировала проезд на запрещающий сигнал светофора вот я прекрасно помню эту ситуацию которая была да и прежде чем дать объяснение на это там есть два дня согласно законодательству вот я позвонил исполняющему обязанности службы безопасности дорожного движения по типа и попросил предоставить документ для того чтобы отменить постановление на юридическое лицо и сделать его на физическое лицо то бишь на меня так как непосредственно управлял автобусом дано транспортным средством на данный момент я поэтому я мог бы пойти но это в моих интересах по типа не занимается этим до юридически делать не занимается вот то есть я уже в своих интересах мог бы это постановление согласно законодательству до в первую очередь согласно конституции российской федерации я мог бы это обжаловать вышестоящие органы вот на что мне было сказано что штраф уже оплачен да поэтому никто ничего тебе не даст вот я написал в объясните не что я ничего не нарушал да и мне не предоставлена возможность вот обжаловать данное постановление поэтому считаю дальнейшие действия в отношении меня такие как удержание заработной платы суммы уплаченного штрафа на 5 тысяч рублей было оплачено и применение дисциплинарных взысканий я буду считать незаконными действовать соответствующим вот на что было мне написано вы был было два приказа до 1 по дисциплинарному взысканию замечание было мне вменено и 2 то что я нанес материальный ущерб работодателю да и с меня была удержана данная сумма 5000 рублей вот то было написано что объяснение мои не объективны да и противоречит правоприменительные практики сейчас у меня на руках нет этих приказов я к сожалению не подготовился но было интересно так поэтому дословно я не могу сказать скажу вот на память было интересно так написано что тип того мы собрались посовещались и решили что все необходимые доказательства имеют имеется на лицо то есть они вот оказывается уполномочены решать такие вопросы вот далее я собрал необходимый документ и подал исковое заявление соответствующими требованиями то есть признать незаконными эти приказы и компенсировать мне возмездить неудержанную заработную плату компенсировать просрочку до компенсации за просрочку заработной платы и соответственно компенсация морального вреда вот 18 августа состоял судебное заседание по этому вопросу да и суд вынес решение удовлетворить мое исковое заявление вот то есть возвратить мне удержанную заработную плату компенсировать просу за просрочку да за там копейки 170 рублей и компенсация морального вреда 2000 рублей вот но за то что я там побыл час суде я забрал свои 5000 и вот то еще 2000 ну какие никакие мы все таки да это за мои нервные нервные переживания за моральное потрясение на такой наглости если честно то есть мы собрались мы посовещались и вот мы такие вот уполномоченные лица решать такие вопросы так что к чему я это все к тому что вот вы мужики платите эти штрафы да точнее платит работодатель а с вас просто удерживать вы же все водители профессионалы и для всех нас эти дорожные ситуации известны мы прекрасно понимаем да но действительно когда ты нарушил но тут спорь не спорь можно заплатить да если ну ты конкретно сам уверен а если ты не уверен в том что да это же можно обжаловать да то есть посмотреть видеозапись и какая там была ситуация ситуации бывают они могут трактоваться по-разному даже то есть ну действительно где она кажется было нарушение если разобрать это все подробно то нарушение попросту нет вот и данное постановление отменяется никто не платит ничего вот это довольно таки часто встречается так что возьмите себе это на вооружение и прекращайте вы из семейного бюджета вот эти деньги просто отдавать работодателю потому что работодатель не хочет платить юристам за то что они будут это обжаловать вот как сказал представитель организации на суде у нас нет возможности обжаловать каждое постановление потому что постановление приходит очень много да вот то есть они нам не дают этой возможности и сами не хотят а люди просто платят молча и все ну вот имейте ввиду что это вполне реально все оспаривается причем оспаривается вот эти незаконные действия работодателя да и причем еще я сама даже не знал об этом на суде узнал прежде чем работодатель что-то у вас удержать из заработной платы до какую-то сумму я сейчас не помню статью вот трудового кодекса работодатель должен получить согласие от работника что работник согласен что с него удерживают штраф если работник не штрафа вообще какую-то сумму вот если работе я если правильно понимаю если работник не согласен и соответственно не дает такого согласия да то работодатель должен это уже удерживать или пытаться получить так скажем через другие инстанции ну то есть через суд подавать на работников суд уже судебные тяжбы так далее но вот происходит так что все просто молча удерживают и люди смотрят в расчетный листок а у него там удержано там пять тысяч там тысячи рублей 800 рублей мы неважно сколько это ваши заработанные деньги вот 13 сентября состоится судебное заседание еще одно у меня споты по поводу того что три месяца они нам не доплачивали да как многие помнят из ролика где я опубликовал разговор с татьяной линишной поляковой до которая прямо заявляла что мы знаем что имеется нарушение но мы договорились с работодателем вот далее своими словами говорю мы договорились о том что мы вам будем недоплачивать это это выгодно предприятию вот то есть иначе но разориться вот а то что ваши семьи будут недополучать за эти три месяца там ну пусть грубо возьмем там 5000 вы не дополучили за эти три месяца да но если взять две с половиной тысячи человек и умножить на пять тысяч возьмите калькулятор интересная сумма получится вот поэтому когда пройдет суд я найду обязательно время расскажу о том как это все произошло ну и на самом деле еще будут иски в отношении по т.п. подаваться исковые заявления да есть еще что интересное хочется это оспорить судебном порядке вот на самом деле можно очень много подавать исков и попросту конечно утонуть в этом болоте но есть и другой путь необходимо организоваться либо в профсоюзе движение организоваться до либо в парковской первичке начать действовать тем кто до сих пор там состоит и платит взносы а потом у меня при встрече спрашивает а ты не знаешь куда наши деньги не нравится тут товарищи дело даже не в деньгах то дело в том что они бьют себя в грудь о том что они представляют ваши интересы в отношениях с работодателем но на самом деле даже из того заявления поляковой все становится очевидным что на самом деле это совершенно не так вот попросту они в сговоре но я имею до верхушка профсоюзная да но можно даже председателя во внимание не брать так как председатель является замом генерального директора по общим вопросам и является прямым представителем работодателя да вот насколько мне известно сейчас в марте по моему будет что-то выборное вашей первичке вот поэтому тем кто действительно хочет что-то изменить могут начать работать вот в парковской первичке и выбрать председателями и председателем и зама председателя который будет уже вот во втором парке заседать да про союзный комитет выбрать уже из тех людей на кого они считают вот надежными товарищами по работе которые будут действовать именно в интересах всего коллектива и лучше их почаще сменять возвращать обратно вот это вот допустим полякова сколько лет уже сидит там да она уже забыла что такое быть кондуктор мы вообще каково это кондуктор да и зачем не это и там тепло в этом крест уютненько вот там в турцию летает и так далее все хорошо вот поэтому все в ваших руках я еще раз повторяюсь необходимо вот работать и это с и это другой путь нежели вот залазит вот это юридическое болото да в котором просто тонешь по уши это может у тебя всю жизнь занятий ты никогда с этим в полной мере не разберешься до разберешься конечно но на этом все и закончится будешь там какие-то копейки вышибать до в личном плане в общем плане ничего не изменится то есть как понижали заработную плату причем повышая ее до что явилась причиной ухода моего из по типа то что заработная плата в реальном выражении правильно сказать номер номинальном выражении на выросла на десять процентов вот как я это разбирал в роликах где полный расклад по зарплате давал до а товары в среднем подняли цены на 30 процентов то есть мы оказались вот то что у нас зарплатную плату понизили на 20 процентов итоге да примерно но это утрировано конечно не точные цифры вот и так и будет все продолжаться если вы будете бездействовать если вы будете вот так на кухне сидеть и говорить о том как у нас все плохо или при встрече у меня рассказывать да вот тебе вот это интересно ты этим занимаешься а почему тебе это не интересно это же твоя жизнь ты живешь там 250 часов семью не видишь это я не знаю как это работает со что ли кто вот работает больше 200 часов это пришел по поел поспал помылся там все детей поцеловал утром встал все спят опять поцеловал ну все отпуск ты уходишь до 42 дня отпуск у тебя я ну ты две недели просто спишь если в таком режиме ты живешь там десять с лишним месяцев так что почему это не интересно это может быть это же вся жизнь работника да то есть трудовая жизнь до который занимает по существу большую часть на данный момент так это надо сделать чтобы это занимал меньшую часть причем без понижение заработной платы да лучше с повышением со стабильным ежегодным повышением но так чтобы это перекрывало реальную инфляцию да то есть чтобы обеспечивалось выполнение 134 статьи трудового кодекса чтобы повышали уровень реального содержания заработной платы то есть чтобы с каждым годом человек мог развиваться и рожать детей даты у нас почему получается многие не рожают потому что потом на что их содержать вот как у меня допустим я отец пятерых дочерей ладно у меня старшая взрослая девушка до младших у меня вот четверо коза которых мне приходится обеспечивать да ну это это вы реально по финансам это конечно на зарплату водителя по т.п. даже если работать 250 часов вот все равно этого будет мало но я не вижу смысла работать 250 часов до чтобы мне через десять лет шандарахнул какой-нибудь инфаркт да и я просто слег или инвалидом или в гроб и смысл какой я для чего тогда пахал 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 и помер и все и дети мои остались в итоге сиротами да вот если я там еще старше успею до в жизнь во взрослую подготовить то младшие вот останутся без для чего-то я не понимаю так какая-то глупость вот поэтому и был выбран альтернативный способ заработка да вот потому что судя по вашей активности когда я дождусь что вы поймете как необходимо действовать вот и начнете действовать да я еще раз повторюсь и где и в парковском профсоюзе действовать и профсоюзе движения действовать вот вместе коллективным сплоченно пока я этого дождусь и я просто уйду в очень большой большой минусе место тесно будет уже не до борьбы я буду думать о том как мне покормить своих детей и как мне выбраться из этих долгов поэтому борец из меня будет точно никакой вот так что подумайте над этим еще раз внимательно вот и примите правильное решение что ваша жизнь зависит от вас самих причем от вас самих вместе да вот в этом еще вся соль да то что вы должны быть организованы вот и никто за вас ничего делать не будет вот почему полякова там сидит и ничего не делал да она делает она все делают за вас мама делать своем шкурном интересе а вас заботиться ровно настолько насколько вы нужны вот не больше не меньше вот на этом я закончу свой монолог да и после суда который состоится 13 сентября я запишу очередное обращение расскажу что было на этом суде может быть что нибудь еще нового узнаю и расскажу о новых поданных исках но может быть к тому времени появится какая-то интересная информация касаемо самого профсоюза движения и помните работодатель ничего не боится так сильно как организованных сплоченных и сильных работников спасибо а и а и и и и и и и Продолжение следует...